всем приветик готовлю одет мне нужно домонтировать блог осталось совсем чуть-чуть во всем случае у нас такой произошел субботу были подружки при залении на батуте все хорошо вот она прибегает так глаз закрывает такая испуганная значит убирает а у него вот это вот сделать бровь косточка да вот это надбровная косточка не вот такая вот шишка я испугалась что такое случилось где на это могло упасть потому что она вылетелась из этого из батута и что-то там не знаю ударить оказывается они прыгали с подружкой эта девочка стояла к ней спиной она видимо не знала что каролина сзади она как-то не знаю назад прыгнула получается за своим затылком каролине попала прямо в эту косточку ну чё с глазом все нормально просто ушибло а щелька там уже на кухне хозяйничает с глазом все нормально ушибло получается вот эту косточку появилась шишка потом начал появляться синяк в общем у нее теперь фингал под глазом какой-то глаз получается левый она сегодня утром плакала в школу не хотела идти как я пойду с таким глазом на меня будут все смотреть или как не уговорили папа с ней пошел я дала очки солнцезащитные свои это разрешили ей сидеть в очках в общем сейчас она придется школы такие вот дела у нас произошли мама говорит замажь мне глаз тональным кремом немножко и помазала так конечно сто процентов не закрыл посветлее такой стал светло фиолетовым вот так вот я потушила курочку сливках с рисом еще салатик нарежу не пойму вроде осень почему-то у меня аллергия пошла я уже который день закладывает нос чешется прям не знаю на что вроде ничего не цветет ты ж моя зайка где ты макса потеряла но как тебя дела чтобы папа на работе что чего не пойдешь больше ты в очках сидела ну почему ты больше не пойдешь где болит покажи можно показать можно ну-ка закрой глазик мишка такой фиг как будто у тебя накрашенный глаз каролинечка вот сюда немножечко синячок пошел но маргарита ой каролина это не повод в школу не ходить ты прекрасно знаешь это не повод учительница все равно тебе скажет что ты шла в школу понимаешь что папа сказал папа не мог такого говорить что ты школу не пойдешь не может такого же сейчас девчонки вернутся солнышко сегодня я постирала вообще-то вернее я вчера стирала но мне не досохло это могут еще на улицу они с той стороны решили не здесь велось потому что им же в обед нужно еще ехать поэтому они там возле подъезда возле входа оставят велосипед как делишки что я не могу тебя дома оставить ты прекрасно знаешь учительница позвонит учительница позвонит и скажет а где каролина каролина не может не прийти и просто из-за того что у него глава синячок на глазу не может быть такой смысл это бабуля нету тебя даже стрелочка есть ты видела как мама красит стрелочки вот такие черные очень красиво я говорю ей каролин давайте а второй глаз под крашу точно так же и будет как будто макияж очень красивый цвет фиолетовый просто не обращай внимание очень красивый глазик тебя получился как будто подведенный как будто подведенный вот черный макияж красиво даже стрелочка нету синячка уже это шишки уже нет видишь просто синячок остался быстро пройдет да ну чуть-чуть серенькая ничего страшного быстро пройдет он смотри кто еще кушать ждет видишь вот еще голодный не только вывод он еще голодный они все голодные просто это невозможно они все голодные они вечно хотят кушать они вечно нет вкусняшку не надо нужно вот этот корм привет привет ты в шортах ехала не холодно уже прохладно ты зачем так много насыпал спасибо что она так не скушает он все съест вот сколько ты ему дашь он все съест все готова немножко кремом замазала синячок чтобы так сильно было видно чтобы он не такой ярко фиолетовый был но я подскажу да накрасилась да просто скажи кремом помазала и все и поэтому не такой яркий все не переживай все нормально красивая все пока там солнышко дальше все пока 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 в глаз попала не могу вытащить скорее всего шерсть как всегда филькина филя давай давай иди вон она летает пока дома тишина спокойствие отвечу на вопросы я заметила у меня тут несколько раз спрашивают один вопрос почему каролина пошла во второй класс по идее она должна идти в 3 когда она пошла в первый класс она не успевала за программой во-первых у нее был не очень хороший немецкий отправили в другую школу там получается что первый класс учится два года поэтому два года она провела в первом классе потом сейчас пошла во второй сейчас у нее все хорошо она успевает все замечательно идем дальше очень часто пишите этот вопрос под каждым влогом почему маргарита с ксюшей снова спят вместе в общем как вы помните что мы мы с лео переехали в гостиную что мы спали на диване девчонки спали отдельно в общем поспали мы на диване у меня начала болеть спина я заметила это и я так понимаю что это из-за дивана все-таки он все-таки это не кровать я ничего больше не переставляла мебель не меняла она проводит там целый день хорошая так осталась ее комната просто спит она у ксюши я как бы в комнате тоже особо времени не провожу только посплю утром встала все я вышла я пошла тут дальше заниматься своими делами уборкой готовкой и прихожу только в комнату ночью по поводу профессии какую профессию выбрали девочки сразу скажу про ксюшу ксюша еще не знает она пока еще где-то там плавает в общем особо не думает об этом даже примерно я у нее спрашивают примерно даже не знает какую профессию она бы выбрала маргарита уже выбрала ей даже уже нужно ей пора потому что на следующий год она идет девятый класс за это время пока она будет учиться в девятом классе она должна будет найти себе практику которая будет проходить после девятого класса маргарита маргарита выбрала медицину я была конечно очень удивлена она хочет пойти проходить практику в больнице она хочет попробовать ей очень интересно почему бы нет для меня это было неожиданно конечно когда она сказала на следующий год она уже будет звонить в больнице будет отправлять резюме будет проходить собеседование все она должна это делать сама без родителей абсолютно сама по разным больницам это все раздавать после девятого класса она идет работать она идет учиться в гимназию я точно не знаю то ли она будет два дня работать и три дня учиться либо три дня работать и два дня учиться вот это вот я пока не знаю три года в гимназии три года практики на своей профессии которую она выбрала и потом университет уже как бы на высшее образование идти у нее еще есть на примете несколько профессий по-моему там что-то тоже с офисным работником связано третья профессия точно еще не знаю вроде наговорила учитель что-ли какой-то какой-нибудь предмет в общем пред преподавать и в общем посмотрим пусть попробует понравится значит будет дальше не понравится может выбрать что-то другое что здесь такая система непростая я пока еще не вникла особо в нее вот но в общем будет у нас медик у нее есть свои плюсы она знает языки она знает она свободно говорит на четырех языках на это тоже обращает внимание она получается она говорит на русском на английском на испанском и на немецком Ещё немного знает французский, но не такой разговорный у неё хороший французский Но вот на четырёх языках на этих она разговаривает Поэтому дальше посмотрим, как будет И, по-моему, на следующий год, в марте, она уже должна будет составлять резюме Отправлять, звонить, хочет отправить в несколько больниц Это недалеко от нас есть две больницы В общем, в разных городах получается Конечно же, у неё будет зарплата невысокая, естественно Но, в принципе, знаете так, на дорогу, ещё какие-то на свои дела ей точно хватит Это получается, ей будет 16 лет, когда она закончит 9 класс С 16 лет она уже будет работать А Ксюшка пораньше Ксюша у нас пошла в первый класс в 6 Поэтому Ксюша уже будет работать в 15 лет В принципе, у неё ещё есть годик Можно там балду погонять, ни о чём не думать И на следующий год, когда она пойдёт в 8 класс Там уже нужно призадуматься, определиться, чего она хочет А так, если честно, я без понятия вообще Она пока ничего не хочет Пойдём гулять Давай, иди Бельё уже высохло, наверное Нужно снять Да, сухое Так, я тут перекрутила мясо В надежде на то, что я что-нибудь придумаю Что приготовить И Филька пришёл по запаху В общем, пришла идея сделать роман Здесь говядина и грудка индейки И ещё В общем, я сделаю половину с мясом Половину мяса с тыковкой Потому что у меня уже начинает пропадать Мне жалко Время 4 часа Пока я начну Наверное, будет часов 6 Закончим Так Пока у меня тут замешивается тесто Я буду резать тыкву Так Всё Тыкву я разрезала в серединке Внутри она хорошая Не сгнила Вот я косточки, семечки вытащила Я их помою, подсушу Пожарю и будем грызть Это будет много семечек Делаю я две начинки Здесь мясо с тыквой А здесь мясо с картошкой Ещё я сейчас лучок натру Мелко-мелко Тесто у меня тоже готово В холодильнике пока лежит Так, и здесь я Здесь я испекла Ой, не потей, не потей Тыкву испекла бабуля С сахаром Она любит очень Пока дети не видят Нужно натереть Лук Я очень-очень мелко Его прям чуть ли не в пюре натираю Если они увидят Они не будут есть Моцел Видите, я долепила, сколько, три, четыре, и здесь у меня четыре готовятся, осталось 11 минут, будем кушать. Так, все, садимся, это с чем? С картошкой? Это с тыквой. Ой, подожди. Вот это с тыквой. А, точно, это с тыквой. Она прям совсем цвет потеряла. Все, приятного аппетита. С картошечкой бери. У меня батарейка садится. Батарейка садится. А с улицы руки мыли, Каролина? Ты что делаешь? Эй, хватит. Каролина, все. Посмотри, что ты сделала, карта упала. Да. Зачем ты это делаешь? Вот так. Девочка неугомонная, ляжь, пожалуйста. Каролина, все. Нет, ты сейчас ляжешь на ту сторону, потому что вы балуетесь. Что ты делаешь? Макияж снимаешь? Да. Потихонечку только. Все на ней дави. Внизу тоже. Мама, видишь, это тут черная? Где черная? Это синяк. Он у тебя уже начинает зеленеть немножко. Когда он зеленеет, он, значит, проходит, видишь? А тут гриб. Вот тут немножко зелененькое стало. Девочки, спокойной ночи. Ксюша, видите, в одежде спит. В толстовке, в штанах. Еще и одеялом крывается. Все. Фух, вымотали. Все, я устала. Я уже не могу. Хочу тишины и спокойствия. Кухню убрала, посуду помыла. Все перечистила. Буду отдыхать. Так что, все, ребята. На сегодня все. Увидимся в следующем влоге. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok